Добрый день, дорогие телезрители! Я рада приветствовать вас, как обычно, на телеканале Акжаик в солнечной передаче Куншуа. На календаре 23 августа, понедельник, начало новой рабочей недели. Мне хочется вам пожелать удачной и приятной недели, которая именно принесет в вашу жизнь радость, успех и множество приятных эмоций. Сегодня, а впрочем, как и всегда, мы постараемся зарядить вас хорошим настроением на весь день и настроить на позитивную волну. Главное, оставайтесь на нашем канале, не переключайтесь. Главное, оставайтесь на нашем канале. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! Добро пожаловать в наш канал! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! 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 вопрос. Я говорю, что мне это очень нравится, меня тянет, и я с детства такая боевая. Вот, все. Карина, самая вот твоя победа, которой ты гордишься, самая такая ценная медаль для тебя в жизни является какая именно? Это вот, наверное, второй мой чемпионат Казахстана, который в этом году прошел. Я к ним очень готовилась. Это, получается, у меня было, можно сказать, подтверждение титула. Я защищала, в общем, свой статус чемпиона Казахстана. Я очень сильно готовилась, провела три боя. Вот. Ну вот, у каждого человека в жизни есть свои наставники, вдохновители. Вот только стал рад поделиться. А у тебя? Кто является наставником по жизни? Это, конечно же, безусловно, твой тренер. Да, мой тренер. Тренер зовут Арестанов Руслан. Вот. Основатель клуба «Мухариб Топ Тим». Тренер, да, как бы, мы все смотрим на него, и, как бы, он наш мир. Равняется на него. Мы равняемся, да, на него. Он, у него два-три образования. Он, в общем, умный очень человек. Как, не то, что как боец, тренер. Мы на него смотрим, а вот как на человека. Нам очень нравится. Хотим тоже таким быть, как он. Вот еще хотел сказать про Нуршамал Садыкова. Нуршамал Садыкова – это первая девушка с нашего зала, первая мастер спорта. Смотря на нее, я вот хотела заниматься, хотела выступать. Она меня очень сильно замотивировала. И так я подумала, что я тоже смогу так же. Когда я пришла только в зал, она уже вроде как была чемпионкой Азии. Ну вот в этом виде спорта бывает как взлеты, так и падения, да, есть победа и поражение. Вот сама как ты переживаешь поражение? И как не уйти в головокружение от победы? Вот потерпела я поражение на недавнем чемпионате Европы. Это был для меня большой шок. Как я, можно сказать, не умею проигрывать. Я особо не чувствовала такое раньше, не ощущала этого. Очень тяжело, особенно для тех, кто очень серьезно к этому спорту. Получается, как моя цель – работа, идти выше именно по этому спорту. И было очень тяжело проигрывать. То есть поражение? Еще чувствовалась ответственность. Очень все переживали. То есть ты близко принимаешь поражение к сердцу? Очень близко к сердцу. Вообще человек я такой. Долго переживаешь, приходишь в себя. Да. Ну, наверное, любому спортсмену свойственно, да, такие чувства? Ну, конечно, это чувство ответственности. Переживают вот это вот. Она переедает тебя, когда ты проиграл, осознаешь все. И она съедает потихоньку. Это какая-то такая обида какая-то сидит, что ты не смог себя реализовать. Оправдать надежды своих тренеров. Тренеров, кто на тебя смотрит, кто на тебя верит. Родители в первую очередь. А хоть все равно, чтобы они радовались. За каждым успехом они стоят. И вот как-то вот так вот. Проигрыш, он всегда дается тяжело. Как говорится, побед много отцов. Ну, как говорят, проигрывать тоже надо у них достойно. Опыт – это обратно же. Хороший опыт. Здесь надо, наверное, проиграл и не так ом с головой, а понимать, что не хватило, что именно. Чтобы работать над ошибками своими. Главное не ломаться. Работать над ошибками. Ставить цели свои. То есть вы постоянно работаете над своими ошибками. И делать еще, да, больше. После каждого соревнования, даже вот область проходит, там маленькие турниры. Ребята выступают, кто проигрывает, выигрывает. И мы всегда делаем разбор полетов. В первый же день, даже в этот же день соревнования пройдут. Мы придем в зал, и тренер, получается, вспоминает, смотрим видео, работаем над ошибками. И в следующем соревновании уже такого… Уже стараемся не допускать уже этих ошибок. Даже не стараемся, мы не допускаем. Не допускаем. Спасибо, Карина. Теперь предоставим слово нашему следующему чемпиону мира, среди молодежи. Это Бексат Жалгасов. Бексат, расскажи нам тоже о себе. Сколько лет ты уже в данном виде спорта? Что он тебе дает по жизни? Пожалуйста. Я этим спортом занимаюсь три года. Это спорт вида грэплинга мне нравится. Самый лучший спорт для меня – грэплинга. Ну вот ты очень скромный, да, у нас парень? Расскажи, пожалуйста, поделись тоже своими успехами, своими достижениями. Ведь нелегко, наверное, удалось завоевать такой титул, стать чемпионом мира среди всей молодежи. На тебя тоже такая ответственность возлагается теперь. Я сперва в 2019 году призер Казахстан стал, старший юноша. И после этого поражения я тренировки делал, пахал. И после этого, два года назад уже чемпионат Казахстана был. И в этом чемпионате Казахстана я первое место делал. После этого чемпионата Казахстана, это отбор был на мир. И я там на мир участвовал. Там я четыре сходки дал. Разная страна была там. То есть ты все-таки добился своего? Да. Мечта была чемпионом мира стать. Ну а есть еще какие-то непокоренные тобой вершины? Какая еще в дальнейшем твоя мечта? Ты уже стал чемпионом мира, а теперь самая вышка для тебя. Это Олимпиада. Олимпиада? Да. Конечно, я думаю, что у тебя все получится вот с таким настроем боевым. Все впереди. Я еще раз напоминаю, дорогие телезрители, средства нашей связи. 28-58-69, номер прямого эфира и номер ватсапа 8-700-0-28-58-69. Вот такой вопрос от нашего телезрителя Айбека. Добрый день. Вопрос к гостям. Судей соревнований при оценивании схваток учитывает и агрессию файтеров на ринге. В повседневной жизни какое место занимает агрессия в вашем характере? Контролируете ли вы ее или только на ринге агрессивны? Что бы вы ответили? Да, вот. Агрессия. Ну, в жизни тоже будет агрессия. Ну, вот такое мнение складывается обычно у всех, те, кто вот именно занимается этим видом спорта. Они такие по жизни, да, такие агрессивные. Ну, нет. Ну, что может вызвать у вас агрессию? Например. Звучит, наверное, на человека. Ну, надо так разозлить, да, наверное? Или вы по жизни спокойный человек? Ну, не сказать, что спокойный. И не сказать, что такое агрессивный. Нормально. Ну, в жизни один, это жизнь обычная. Ну, старайтесь контролировать все-таки свои эмоции. Но отходчиво по жизни, допустим, вы разозлились на какую-либо ситуацию? Да, конечно, я пускаю ситуацию потом, ну, как-то. Жизни... Так все в жизни спортсмены в основном спокойные, стараются быть скромными. Все равняются сейчас на Хабиба Нурмагомедова. Наверное, знаете, чемпион UFC. Он шел без поражений, завершил карьеру. Он всегда говорит об образовании, о скромности. Это самое важное. Вот мы, смотря на него, равняемся. Вот. Ну, у каждого свой фанат, например. А у вас сколько фанатов? Ну, у меня фанат нет такого прям фаната. Кумир, то есть? Кумир и... Я вообще... Я кумир вообще, наверное, я... Вы сами себе кумиры. Начинал с греко-римской борьбы, наверное, у меня были вот кумиры. Такие вот. У нас есть такой великий Александр Александрович Карелин. Другой национальный олимпийский чемпион. Ну, смотря на него, смотря, как он говорит. Именно вот о поражениях, о победах, как себя надо вести. Вот мы учимся на этом. То есть вы много для себя что-то взяли полезного, да? Из его слов. Из его слов, да. Он очень умный человек. Очень умные слова. Именно для спортсмена. Именно в спорте как. Как себя вести. Какие-то ошибки и поражения. Можно сказать, на чужих ошибках. Спасибо. Бигзат, ну а вы как ответите на этот вопрос? Мой кумир, это мой брат. Он тоже спортсмен? Да. Тоже в этом виде спорта? Да. Он меня мотивирует. Угу. Мой брат, вот, мой тренер. Наставник. Да, наставник. Угу. Ну и по поводу агрессии, вот только что был задан вопрос от телезрителей. Насколько, какое место занимает она в вашей жизни? Вы по жизни спокойный человек или тоже? Я спокойный человек. У меня агрессия. Ну, глядя на вас, по-моему, вы очень спокойная. Вас очень трудно вывести из себя. Или я ошибаюсь? У меня вообще агрессия не бывает. Нет? А как вы относитесь к критике? Допустим, незаслуженной, да, скажем? Критика она всегда будет. Это может вывести вас тоже из себя? Ну, да, иногда бывает. Написали комментарии какие-то негативные в соцсетях. Вы будете доказывать человеку, что это не так, что он неправ? Вот, например, наш народ, он, например, проиграет, что начинает, проиграли. Ну, это, они не понимают, что это спорт. Вот, даже взять, ну, у них есть свой ребенок, например, с ним что-то случилось, не дай бог, и они начнут, ну, они жалеют. Также мы, чьи-то дети, у нас также бывают взлетые падения. И, не знаю, критикуют, ну, критикуют многое люди, которые не разбираются в спорте. А спорт – это очень, такое, очень тяжелое. Тяжелое дело – спорт. Спасибо. Ребята, вот что бы вы хотели пожелать начинающим спортсменам, которые вот тоже хотят себя проявить в этом виде спорта? Ведь много, да, таких ваших, да, скажем, фанатов, болельщиков, которых вы сами вдохновляете, и для них являетесь тоже мотиваторами, наставниками. Ну, пожелать им, в первую очередь, здоровья. Здоровья. Чтобы у них была мотивация в жизни, чтобы они уважали своего тренера, уважали своих родителей. Дисциплина. Без дисциплины не будет результата. Самая главная дисциплина – это терпение и труд. Как говорится, терпение и труд, все перед трудом. Карина. Хотела бы пожелать начинающим спортсменам и вообще всем, всей молодежи, вести здоровый образ жизни – это очень важно в наше время. Вот, идти до своей цели до конца. Тяжелый труд окупается. Нужно работать, нужно тренироваться, работать, учиться. Спасибо. Три слова нашему будущему поколению пишет телезритель наш. Можете на казахском заключение тоже сказать свои пожелания, Пиксад? Три слова нашему будущему пишет телезритель нашему будущему. Пожелать только новых побед, новых рекордов. И, конечно, мы будем всегда вами гордиться, и вы для нас почетных гостей в наших передачах. Удачи вам и успехов во всем. Всего. Сразу после музыкальной композиции мы познакомимся со следующими нашими победителями по ММА. А сейчас прервемся на музыкальную композицию. Дорогие телезрители, не переключайтесь, оставайтесь на нашем канале. Дорогие телезрители, не переключайтесь. Дорогие телезрители, не переключайтесь. Дорогие телезрители, не переключайтесь. Дорогие телезрители, не переключайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Дорогие телезрители, мы продолжаем нашу позитивную передачу Куншуах в прямом эфире. Я хочу познакомить вас с нашими следующими победителями. Это Раяна Ахдавлетова, чемпионка мира по ММА. Абдрахманова Гульнас, финалистка чемпиона чемпионата мира и Бесенова Эльнара, призерка мира. Все они еще также являются чемпионками Казахстана. Рад вас приветствовать, милые девушки. Как ваше боевое настроение? Вы приехали тоже с очередного чемпионата. Делитесь, пожалуйста, своими впечатлениями. Мы вас поздравляем со всеми вашими победами. И наши телезрители также присоединятся. Я думаю, что в течение нашего эфира будут звонки с пожеланиями, с поздравлениями. Пожалуйста, Раяна, вам слово сначала. Всем здравствуйте. Как вы поняли, меня зовут Раяна. Очень приятно познакомиться. Не волнуйся, Раяна, ты же у нас чемпионка мира. На тебя смотрит вся страна, весь мир. Спасибо большое. Наверное, нужно поделиться своими эмоциями, как прошел чемпионат мира. Было очень сложно. Вот как раз поет наш гимн. Какие чувства тебя вот здесь переполняли, когда ты стояла на пьедестале? Гордость за свою страну. То, что единственный раз за эти соревнования подняли наш флаг. Было очень волнительно. И моменты, когда были слезы. Мурашки были? Да. Не передать словами. Это нужно почувствовать. Вкус победы очень сладок. Пожалуйста, тебе слово теперь. Добрый день. Меня зовут Раяна. Я являюсь финалисткой чемпионата мира по ММА. Эмоции не передать словами, когда стоишь на пьедестале или поднимают руки в октагоне. Руку в октагоне. Особенно первые два боя, когда я выиграла соперницу с Украины и Америки, пробежалась с флагом по октагону. Эти чувства не передать вообще словами. Эльнара, вас тоже именно переполняют такие же чувства, эмоции, когда вы побеждаете, когда именно находитесь на пьедестале и объявляют ваше имя при всех, что вы стали победителем. Да, это очень, даже можно сказать, смешанные чувства, потому что это все эмоции. Ты вот стоишь и ты знаешь, что на тебя смотрит весь мир. И это очень сильно переполняет. Это очень, наверное, крутое больше чувство, что ты вот стоишь, показываешь, что ты с Казахстана, поднимаешь свой флаг. И это очень круто. Спасибо. Скажите, девушки, пожалуйста, вот этот спорт меняет ваши какие-то, ваше мировоззрение? Может быть, вот говорят, что кто занимается именно ММА, вот полностью меняется и внешне, и какие-то внутренние изменения происходят в жизни. А у вас как обстоят дела с этим? Конечно, для меня спорт очень хорошо поднимает самооценку. Также насчет того, что меняется тело, мне кажется, наоборот, в лучшую сторону, потому что заниматься спортом очень полезно. Тело будет подкачанным, здоровым. Также координация будет хорошая. Что еще? Ну, а вот бой опустошает или, наоборот, заряжает вас мощной энергией? Бывает, вот был такой очень сложный бой, вот как на этот раз, да, мы стали победителем. Ну, мне кажется, после... Остаешь, наверное, охота отдохнуть, восстановиться, да, или как? Или, наоборот, хочется еще дальше тренироваться и идти в бой? Ну, когда ты становишься чемпионом, мне кажется, наоборот, ты хочешь идти еще дальше. Ну, получается, показывать людям то, что ты можешь еще больше, еще больше. Также вот я взяла Казахстан, и потом мы поехали на мир. Показала то, что я достойна этого. Ну, например, вот я стала еще чемпионкой Казахстана по панкратиону в апреле месяце. Также будет мир скоро. Вот, тоже хочу показать то, что я займу первое место. Ну, что ты способна. То есть ты еще не раз нас удивишь, мы так поняли, Раяна. Да, обязательно, конечно. Молодец, умница. Гульнас, Ильна, расскажите, пожалуйста, вот многие боятся заниматься этим видом спорта, особенно девушки, да, ведь этот спорт, он травмоопасен. Вот, какие травмы чаще всего появляются, скажите, пожалуйста, вот. Это же ведь действительно такой жесткий вид спорта. Где-то нужно вот именно на ринге проявить свою агрессию, показать свой характер. Мне кажется, там слабакам не место, Илья, мы с ошибаемся. Девочки. Да, действительно, слабые там долго не продержатся, скорее всего. Но спорт он закаляет, не все туда приходят сразу сильными. Мы тоже начинали вот с самого начала. Спорт больше он закаляет туда люди и ходят, чтобы потом быть более самоуверенными и сильными. Ильнар, ты согласна? Да, конечно, потому что травмы на самом деле бывают разные. И после травм как бы очень долго восстанавливаешься, но при этом чем дольше идет восстановление, тем больше хочется идти на тренировку. То есть больше горит желание. И, ну, в принципе, травмы желательно залечивать сразу, чтобы не было каких-либо последствий. Мне кажется, гораздо сложнее это психологически. Получается, все-таки давление от родителей, от тренеров, очень важна поддержка, чтобы близкие люди всегда поддерживали тебя в этом начинании, помогали. А как поддерживают твои близкие в твоих начинаниях во всех спортивах? Они оказывают давление, вот как ты говоришь? Да, раньше было дело то, что, ну, бывает, запрещали иногда, ну, либо с учебой как-то так несовместимо было. А так, сейчас все нормально, я доказала то, что я могу, все уже молчат. И они только радуются за тебя, за твои успехи. Да, вот меня встречали, например. Вот твои родные-близкие, да, встречают тебя как раз? Да, братья, их жены. У тебя много братьев, мы видим. Да, у нас очень большая семья, семеро детей. Но ты одна такая чемпионка или есть у вас семена? Нет, я одна. Семена, а ты одна такая? Да, вот и у нас сестренки-чемпионки тоже. Все-таки по генам передалось, да? Девочки, скажите, пожалуйста, вот, как нужно часто тренироваться, чтобы быть всегда в форме? Вот, сколько вы отдаёте? Ну, мне кажется, чтобы быть в форме, хотя бы нужно в неделю три раза заниматься, поддерживать форму. А вот если подготовку на соревнования делать, то уже хотя бы в две недели, ну, две недели тренироваться по два раза в день. Две, ещё раз повторите, два раза в неделю? Два раза в неделю. Этого достаточно? Ой, нет-нет-нет, наоборот. Два раза в день. В две недели тренироваться усердно по два раза в день. Но вы можете позволить себе дать слабинку? После соревнования, да. Если вы считаете, что достаточно, или после соревнования можете отдохнуть и снова начать тренироваться? После соревнования, да. Чтобы восстановить организм, в любом случае нужен отдых. Мы, например, проходили сборы, тренировочные сборы УТС. У нас было 14 дней усиленных тренировок, около двух недель отдых и опять сборы уже перед чемпионатом мира. 14 дней. Подготовка была усердная под руководством Алматы и Сентаева. Девочки, а как вы сами себя настраиваете на победу? Вышли бы на ринг и нужно же собрать всю волю в кулак. Хочу передать слова нашего тренера. В октагоне только один воин, и это мы, один чемпион. Потому что все люди одинаковые, у всех по две руки, по две ноги, по одной голове. Там гораздо важнее морально не проиграть сопернику. Если вы будете подготовлены морально, то, мне кажется, там уже только физически возможно сломать. Я больше настраиваюсь так, что я должна быть гордостью своих родных, тренеров. Я не должна проиграть. Там в клетке стоит ответственность перед родителями, перед родными всеми, тренерами, перед всей страной, на особенном мире. И уже такие мысли возникают, если проиграешь, то как потом? С тобой не буду считаться уже? Ну, что-то вроде этого. Угу, даже такие мысли приходят. Да. Эльнара? Ну, в основном я думаю о победе. То есть я стараюсь настраиваться на то, что я уже победила. Нагнать немножко уверенности, чтобы просто выйти и уже быть намного собранней. Конечно, не каждый раз получается, но я стараюсь думать о хорошем. Ну, вот ты тоже не думаешь, как Гульнас, если я проиграю, со мной не будут считаться? Мне кажется, вас будут воспринимать, принимать такими, какие вы есть, да, и дело не в том, чтобы проиграли или победили, да, потому что вы останетесь вот своим родным человеком, да, для родителей, да, особенно. Они будут, безусловно, гордиться вашими успехами. И я думаю, что поражениями вы их, наверное, особо и не расстраиваете. Самое главное, чтобы вы приехали соревнования живыми, невредимыми, здоровыми. Для всех родителей это очень важно, видеть своих детей здоровыми и счастливыми. Да, я помню, как мне мама голосовое записывает, ты самое главное, приедь, здоровый, ну, без травм, ладно, хоть места не возьмёшь. Я такая, блин, я по-любому возьму. Для меня лично самое главное было, это быть гордостью для своих родителей, особенно для отца, потому что он любит меня похвастаться. Для отца, для тренеров, ну, в общем, для Казахстана. Хорошо быть, когда тебя узнают, когда тебя хвалят, когда тобой гордятся. Ну, а как таковой мы видим звёздной болезни, у тебя нет, хотя вы у нас чемпионки, но вы такие девочки, вы прям открытые, весёлые, искренние, молодцы. Я хочу сейчас зачитать поздравление, ваш адрес, здравствуйте, я хочу поздравить Гульнас. Гульнас, ты молодец, умничка, ты наша гордость, желаем тебе больших побед, мы тебя любим и гордимся тобой. С пожеланиями твоей сестрёнки Фатима и Фарида Наргиза. Три сестрёнки? У нас вообще шесть, у меня сестрёнки также занимаются, они вот готовятся сейчас на чемпионат Казахстана по вольной борьбе. Можешь тоже передать привет сестрёнкам, помаши ручкой, пошли воздушно поцелуй. Гульнас, поздравляем тебя с победой, желаем тебе много новых побед, чтобы ты стала известна на весь мир и была гордостью нашей страны. С наилучшими пожеланиями, Лена и Назарчик. Спасибо большое. Это тоже твои родственники, как мы поняли. Следующий такой вопрос, девочки. Девушкам в ММА никого не удивишь. Как вам удаётся оставаться девчонками в таком жёстком, в этом жёстком виде спорта? Частенько ли вы плачете при боли, неудачах? Ведёте ли свой личный дневник? Вот такой интересный вопрос. Раяна. Мне кажется, мы... Если мужчины могут сдержать слёзы, как бы им не было тяжело, они же ведь сдержанные. А вот как девочки? Ну, девочки всегда останутся девочками. Просто можно этого не показывать. То есть ты можешь расплакаться, если вдруг... Ну, я очень наивный и ранивый человек сама по себе. Хотя в таком жестоком виде спорта. Но порой слёзы трудно удержать. Но лучше выпустить эмоции. Получить свободу. Ну, как-то так. Ну, а вы, девочки, как в таком жёстком мире задал вопрос наш телезритель продержаться в жёстком виде спорта? Ну, вообще, особо ничего не меняется. Может, физически так, наоборот, лучше становится. Но личный дневник не ведёте как таковой? Нет. Не записывайте ничего. Свои переживания, свои эмоции. На самом деле, эмоции очень трудно сдержать. Конечно, желательно сдерживать их. После... Вот, например, если рядом есть близкий человек, то мне очень сложно, например. Если же их нету, то, возможно, я ещё смогу сдержать свои эмоции. Нет, я не веду дневник. Страничку ведёшь в Инстаграме, где ты делишься? Ну, естественно, после каждого, наверное, вашего титула подписчиков становится всё больше и больше, а вас узнают всё больше людей. Как мне сказали, я, получается, не стала звездой, я была звездой ещё в Инстаграме. У меня там ник мой, убивашка. Как? Убивашка. Убивашка? Да. Какой страшный ник, Раян, он тебе не подходит абсолютно. Или ты своим ником хотела привлечь как можно больше подписчиков? Ну, всё-таки у меня есть харизма, я, получается, харизматичный человек. И даже тренер говорит то, что когда я пойду в профессиональные бои, я буду очень таким хорошим бойцом среди соцсетей особенно, потому что у меня и активность хорошая, и харизма хорошая, я буду привлекать. Ну, и сколько у тебя сейчас подписчиков на данный момент? Три с половиной. Ну, это очень хорошая цифра. Да, после Чемпионата мира очень хорошо поднялся актив. Ну, у тебя, значит, время есть тоже? Ну, закидывать посты каждый день. Влоги, посты. Нет, времени нету. А вот насчёт историй, там, закинуть, где я хожу, что я кушаю. Особенно мой тренер вечно прикалывается над этим. Ой, Райан всё всегда закидывает. То есть в Инстаграме ты абсолютно другой человек? Ну, да. А я думала, ты делишься своими историями победы, как ты пришла к этому? Я вот как-то поделилась. И стала чемпионкой, легко ли стать чемпионкой? Да, я написала пост в Инстаграме, достаточно хороший актив там был, 7 тысяч просмотров. У меня также есть ТикТок, там в ТикТоке 17 тысяч подписчиков. О, здесь уже достаточно такая внушительная цифра. Так что я думаю, что после нашей передачи подписчиков у вас прибавится ещё больше. Девочки, вас также поздравляют наши жители города, поздравляем наших лучших девочек с лучшими результатами. И всех также наших спортсменов, и всю нашу западно-казахстанскую область с отличными достижениями на международной арене. Райана, поздравляем с победой, желаем в будущем достигать всех твоих своих целей, дальше покорять мир своими победами. Мы всегда рядом, с любовью твоя семья. Ой, как приятно, трогательно. Следующее сообщение. Если можно, Райаночка, вкратце ответить на этот вопрос, у нас остаётся буквально 3 минуты до окончания эфира. Я занимаюсь в общем спортом, в спорте я 3,5 года. Я начала с тейквондо, занималась с тейквондо полтора года, потом перешла в тайский бокс, кикбоксинг. И вот полгода назад я решила попробовать себя в ММА. Ну, как видите, результаты хорошие. Хотя очень странно то, что я никогда не боролась, но я два чемпионата Казахстана забрала чисто борьбой досрочно. И мир борьбой. Сама в шоке от этого. Так, что там ещё было? Сколько лет ты уже в данном виде спорта? Значит, 3,5 года. И такой же аналогичный вопрос, Эльнара. Я занимаюсь 2 года, и в основном я начинала с ММА. Девочки, я так вами восхищаюсь, вы занимались почти таком, мало, да, срока, 2 года, 3 года, и уже являетесь вот такими чемпионками. Это не каждому дано, наверное, вот у вас есть, да, действительно, сила воли, вот характер, и вы каждый раз доказываете всем, что вы лучше всех. И вот заключительный вопрос, девочки, я смотрю, у вас на вас такие красивые спортивные формы, прям с нашими узорами, по цвету нашего флага. Скажите, они специально для вас? Да, сборная Казахстана. Здорово, здорово, очень красиво, и так вам идёт. Спасибо. В заключение, какие будут у вас пожелания, ваши напутствия всем нашим телезрителям, начинающим спортсменам? Хотелось бы быть примером и кумиром для многих детей, многих начинающих в этом спорте. Желаю удачи, главное, не сдавайтесь, идите до конца. Ну и улыбайтесь, да, несмотря ни на что, как наша Рояна. Спасибо. Девочки, ну а вы что хотели бы пожелать? Хочу пожелать всем главное здоровье, чтобы никогда улыбка не сходила с вашего лица, и в любой ситуации оставаться позитивным человеком. Всем спорта. Спасибо. Для начинающих я бы сказала, берегите своё здоровье, не только для начинающих, а для всех спортсменов, потому что спорт это всё-таки тяжело, тяжело как бы, да, и физически, и морально. И я бы хотела, чтобы таких вот хороших спортсменов у нас было бы очень много, особенно вот в нашем Казахстане. Спасибо, девочки. Вы наши в гордости. Мы очень гордимся вами и всегда за вас болеем. Хочется пожелать вам не останавливаться на достигнутом. Вперёд к новым вершинам, победам. Мы с вами. Техкана Алга. Казахстан Алга. Дорогие телезрители, вот и пролетело незаметно время нашего эфира, и в заключение хочется вам пожелать только успехов и удачи. Мы надеемся, что нам всё-таки удалось поднять вам настроение и настроить на вторую половину рабочего дня. Пусть этот день непременно будет добрым, счастливым и принесёт с собой только радость и позитивные эмоции. До свидания и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!